МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо администрации за то, что помогли организовать это общение, прямое общение, минуя всякие пюрократические проволочки. Желание и просьба жителей главное в формировании концепции развития как региона, так и муниципалитета. Эта стратегия основана на принципе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Житель всегда прав». Таким образом, в Химках по инициативе горожан разработан ряд масштабных проектов благоустройства общественных пространств, которые были представлены на выбор участникам форума. В частности, депутат Татьяна Кавтарева рассказала о проекте, согласно которому у детского сада номер 23 в рамках капитального ремонта появится дополнительное здание. Сделается не просто капитальный ремонт, а пристройку. И данная пристройка, мы видим уже, как будет выглядеть новое здание. А детский сад у нас сможет вместить дополнительно всего 155 детей. Среди других проектов особый интерес у жителей вызвала модернизация транспортного сообщения в Подресково, о которой рассказал депутат Глеб Демченко. Проект направлен на сокращение интервалов движения на маршрутах номер 15, 13, 30, 50, 465, 484. Эти и другие проекты химчане выбрали путем голосования. Кроме этого, депутаты вместе с жителями обсудили и другие вопросы по благоустройству придомовых территорий и работе управляющих компаний. Я считаю, что это очень важное мероприятие, где именно сами жители микрорайона, которые участвуют в жизни активной нашего Подресково, сами выбирают именно тот проект, который им более нужен. Такая совместная работа жрецов многоквартирных домов и депутатов позволяет организовать команду людей, вовлеченных в процесс улучшения и развития своего дома, двора и городского округа в целом. Редактор субтитров А.Семкин